Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск «Точки зрения» на канале Даутком ТВ. Сегодня все, конечно же, говорят об итогах выборов. Для кого-то они стали неожиданностью, для кого-то обозначили вполне предсказуемые тенденции, но, тем не менее, разговоров только об этом. Поэтому сегодня в этой студии мы собрались, чтобы обсудить итоги выборов 12 эсэй, и, может быть, наметить некоторые перспективы на будущее. И по нашему приглашению в этой студии сегодня находится Анна Кокина, председатель Долгофилской избирательной комиссии, и Дмитрий Олегнович, политолог, преподаватель Долгофилского университета. Дмитрий, вот вы как политолог, как человек просто думающий и образованный, вот когда узнали итоги выборов в Сейм, что для себя в первую очередь подумали? Ну, я узнавал достаточно долго, потому что мне было очень интересно несколько вопросов. Первое, это вопрос явки, о чем говорили очень много, и, к сожалению, негативные прогнозы в большей степени оправдались. Второе, что было интересно, это данные экзит-полов, то есть опрос людей, которые выходят сразу после избирательного участка. И, конечно, сразу, как мы получили первые данные по счету голосов, в большей или меньшей степени начала проясняться картина. И для меня, конечно, было интересно положение партии «Носерц-Латвия» от сердца Латвия, потому что все социологические данные говорили о том, что в любом случае результат должен быть лучше, чем он есть. И, конечно, стоял вопрос от регионального объединения, потому что, с другой стороны, здесь данные опросов говорили о том, что они находятся на грани 5%. Но, в целом, для меня лично, как и для, наверное, большинства наблюдателей, итоги выборов в целом, если мы говорим по партийным спискам, не явились определенной неожиданностью. Хотя вопрос о попадании в семь отдельных людей, конечно, являлся и является темой для достаточно ожесточенных дискуссий. Вот об этом мы поговорим чуть позже. Анна, какой была явка на избирательных участках в Даугов-Пелсе? Ну, на этот раз, конечно, она была больше, чем Европарламент. Это где-то наполовину. Если Европарламент где-то 23 немножечко с хвостиком, то сейчас 45%. Процентовый. Да, процентовый. Если по цифрам, то на участок пришло 27 501 избиратель. В 1172 избирателя использовали возможность проголосовать, предварительно отдать свой голос на хранение. Но не передумали никто, хотя они имели такое право передумать. На дому проголосовало 820 человек. И что могу сказать по итогам, когда мы посмотрели, что 171 человек положил конверт больше, чем один список. Это каждый раз говорится по прессе, наверное, очень много раз говорили. И ухитряется положить все 14, все 13. Но даже бывало очень, когда больше, все равно они все ухитряются положить. Было пустые 59 конвертов. Два конверта были с порванными. И, в принципе, это 232 человека, чьи голосы не попали практически никому. То есть пустые конверты, они как раз учитываются, что человек пришел на выборы. Ну да, но они дают тот вариант, что на этот 5% барьер они уходят. Но как бы голосуют... Они все по статистике походят это все. А вот эти, где несколько бюллетеней в одном конверте, вы тоже считаете как пустые? Они выбираются, они сразу отбираются, да. Их тоже не рассматривают. Даже если, например, есть другие, ну не посмотрят комиссию, они бросят просто эти бюллетни. Их сразу взымают и выбирают это. Не учитывается. Ну интересно, да, уж сколько мы действительно говорим про это, и мы пишем год за год. Реклама хорошая, шваг не показывали, как это делать. Ну да. Дмитрий, а как вот на ваш взгляд, о чем говорит такая низкая явка по стране и в нашем городе в частности? Что должно произойти, чтобы люди стали ходить на выборы? Почему ходят одни и те же? Ну, во-первых, то, что ходят одни и те же, это хорошо. Второе, что ходят не только одни и те же. Ну, во-первых, здесь надо говорить о целом ряде факторов. Никто не отменял факта о том, что мы не знаем, каково население Латвии на настоящий момент и каково население Даугупелса в частности. Если мы говорим о тех почти 28 тысячах граждан Даугупелса, имеющих право голоса, которые проголосовали, это в большей или меньшей степени отражает ту демографическую ситуацию, которая есть в городе. Здесь не стоит только говорить о внешней миграции, о том, что люди уезжают в Англию, Ирландию и так далее, но и о внутрилотвийской миграции. Это первый факт. И мы видим, что, например, чем ближе к Риге, тем проголосовало больше. И, например, можно смеяться, но в Салкорсты проголосовало почти 107 процентов. Это первое. Второе, опять-таки, определенная апатичность связана с тем, есть такой принцип «голосуют ногами». Голосуют ногами, то есть не идут на выборах, думая о том, что мой голос ничего не изменит, и, на мой взгляд, это большая ошибка. Ну и третий фактор, конечно, о нем мы можем говорить как о спорном, но это была хорошая погода. Была хорошая погода, и в данном случае, если посмотреть на результаты выборов, на результаты голосования на некоторых участках, мы видим, например, некоторые участки утром, в 8 часов утра многие проголосовали и поехали на дачу. Это свидетельствует о их гражданском сознании. Но это вторичный фактор. Первый фактор – это иммиграция. Второй – это недоверие власти, о чем говорят представители как научного сообщества, так и сами политики. Сами политики не только в предвыборных дискуссиях, коим верить или не верить в дело каждого, но уже в процессе реализации политики идет дискуссия о том, как улучшить доверие. И мы знаем, что доверие предыдущему Сейму колебалось от 10 до 14 процентов. Это очень низкий показатель. Ну и, к сожалению, я больше чем уверен, что в ближайшее время мы увидим, что доверие Сейму настоящему, мне, конечно, в это не хочется верить, но, опять-таки, будет колебаться в большей или меньшей степени. Ну, подождите, это совсем парадокс. 10-14 процентов, и народ выбирает тот же Сейм, тот же состав партии. Ну, не будем говорить о том, что тот же Сейм, и не тот же состав. Все же, если мы расследим тот процесс вычеркивания и добавления плюсиков, в большей или меньшей степени намечается позитивная тенденция. Она есть, она не проявляется столь широко и столь ярко, как, опять-таки, должна бы проявляться в идеале. Но мы видим, что Сейм обновился на 40 процентов. Это большое количество новых диампутатов. Конечно, часть диампутатов прошли в Сейм благодаря, условно, скажем, одному письму и одному выступлению на общественном латвийском телевидении. Но это факт остается фактом. Уровень недоверия, он будет существовать. Нормально это или ненормально? На мой взгляд, если мы говорим о теории по политике, это ненормально. Но если мы говорим о реальной политической ситуации, это нормально. Посмотрите, какое количество граждан Франции доверяют своему президенту в президентской республике. Или какое количество граждан Латвии доверяют, например, президенту Соединенных Штатов. Конечно, можно говорить о том, сколько доверяют Путину. Но это уже немножко другой вопрос. То есть мы не будем сравнивать ситуацию. И плюс, конечно, фактор отчасти связан с тем, что мы все равно продолжаем голосовать за лица. Мы голосуем за лица, а не за какие-то предложения. Причем большинство даже не вникает в суть предложений, насколько они могут быть реалистичны. Понятно, что любая партия, которая скажет, извините, денег в государстве нет и налоги снижать мы не будем, она не победит. Но все же нужно понимать критерии реалистичности. К сожалению, да, с этим проблемы. Очень убедительно говорят, мы стали свидетелями этого на прошлой неделе. Действительно было много представителей партии, особенно новых, которые не были представлены всеми. И вообще все карты в руки они могут обещать вообще отменить НДС, сделать отопление дешевле процентов на 50. Но пока что да, не видели мы такого чуда. Анна, кто фавориты в Даугапилсе? В Даугапилсе. Первое место у нас занял Сасканя, это 16388. Второе место у нас Залюнземникусавене, 2783. На третьем месте Латвияскриусавене, 2749. На четвертом парте Венутиба, 1908. И на пятом, Носец, Латвия, 1622 голоса. Вот интересно, Дмитрий, как вы думаете, как долго еще Латгалия будет голосовать не так, как вся остальная Латвия? Это пожизненно? Нет. А почему Латгалия, например, Рига тоже проголосовала за согласие и согласие по Риге победила? Ну, конечно, не Лушаков и так далее. Голосуют так, как голосуют. И здесь, опять-таки, нам нужно быть реалистами. Во-первых, голосуют за своих. И для меня, например, то, почему жители города голосуют за одного из представителей партии «Зеленых и крестьян», причем ставят такое количество плюсов, что выводят в городе на первое место, хотя данный депутат абсолютно никак себя не проявил, за исключением рекламных кампаний. Это остается вопросом. Ну, назовем это любовью. Народная любовь. Да, назовем это любовью. Есть еще определенные факторы. Голосуют отчасти из-за того, что мы живем в другом медиапространстве. Мы живем в другом медиапространстве. И огромное количество жителей Латвии, они просто не знакомы с другими партиями. Начнем с этого. И, конечно же, будем говорить об определенных периодах, значит, наши. Вот это оно и есть. Но говорить о том, что Латгалия голосует по-другому, хорошо тогда. Почему, например, моноэтнические регионы Витза мы проголосовали за объединение «Все для Латвии». Они тоже проголосовали по-другому. Ну да. Тут вообще интересный момент. Мне, если честно, казалось, что как-то вот в свете там последних геополитических событий, скажем, ну, жители Латвии, они так вот, ну, к серединке какой-то стремятся. Не нужно нам правых и левых, там вот нам бы вот что-то такое центристское, такое доброе и светлое. Но тут вообще интересная ситуация. Национальное объединение получило так много голосов, у них, по-моему, 17%, ну, очень много. С другой стороны, Русский союз Латвии вообще не попал, пролетел ужасно. Как это можно объяснить? Ну, начнем с определенного вопроса, кто у нас правый и кто у нас левый. Ну, казалось бы, вот эти. Нет, ну, вот эти. Если мы делим по этническому принципу левые русские правые латыши, то это абсолютно неправильно. Если мы проанализируем и внимательно посмотрим на развитие партии «Все для Латвии», мы увидим очень четкую стратегию работы с избирателем, очень четкую и научно обоснованную, научно обоснованный подход. Второе, являемся мы приверженцами этой идеологии или нет, но у них есть достаточно выстроенные идеологии. Я боюсь, что я сейчас вызову шквал критики, но они являются сторонниками национал-социалистической идеологии. Вот в данном случае не путать с Германией 30-х годов, это немножко другое. И они находят потенциального избирателя во всех возрастных категориях. Романтизм молодых людей, социальная защищенность людей пенсионного и предпенсионного возраста, она присутствует везде. Русский союз, Латвия достаточно химерическое образование. Во-первых, непонятно, за что они борются. За права русских в Латвии, мы живем в демократическом государстве, и права русских соблюдаются так же, как и права латышей, как и любой другой национальности в Латвии. У нас этнократии нет, о чем попытаются говорить постоянно. Второй государственный язык, русский, замечательно, но результаты референдума были показательны. 25% это потолок, учитывая то, что, например, вряд ли не у Лушаков второй раз поставят подпись. Много факторов. То есть непонятно, за что. Непонятно, за что. Потому что каждый человек может сидеть на кухне, вести разговор о том, что его права ущемляют, но когда спросить точно, какие, это сложно. И с другой стороны, как это парадоксально бы не звучало, можно подумать на том, что для национально-радикальной части именно латвийского электората нужно было бы понять о том, что русских радикалов в Латвии даже 2% нет. То есть это позитивный сигнал. Если мы говорим о геополитической ситуации, понятно, что все мы в большей или меньшей степени переживаем события на Украине, но любой реально думающий человек, что в Латвии, это даже близко невозможно. Я всегда, если честно, переживаю за маленькие партии. Мне очень радостно, что они появляются новые перед каждыми выборами. Я каждый раз сокрушаюсь, что опять им не повезло. Что должно случиться, чтобы вот такие новые политические силы как-то все-таки нашли себя и нашли своего избирателя? Что им нужно? Денег на рекламу? Все так банально? Нет. Ну, вы знаете, вам прекрасно, что перед этими выборами произошла реанкарнация некоторых политических деятельностей. Деньги были вложены немаленькие. Или посмотрим на те ресурсы, которые были вложены госпожой Судоробой и посмотрим на результат. Деньги не всегда являются главным и пример национального объединения. Он очень-очень яркий. Нет. Нужна идея. И еще очень важно. Нужно работать с избирателями не только за три недели перед выборами, распространяя, извините, макулатуру непонятного содержания с ужасными грамматическими ошибками на любом языке, на русском и латышском. Следующий. Нужна команда. Нужна команда не обязательно людей узнаваемых, но людей, которые будут достаточно активно работать. И, конечно, нужна политическая идеология. Я уже не первый раз говорю о том, что латвийская политическая система в целом страдает полным отсутствием политической идеологии. Если вы у меня спросите, является ли партия согласия социал-демократической, с точки зрения классического европейского представления о социал-демократии, нет. Нет. А кем они являются тогда? Буду честным, не знаю. Партия Нила Ушакова. Партия Нила Ушакова. Партия Центр. Понятно, что быть Центрической партией это самый удобный вариант. Если мы говорим о трех вариантах предложений, которые снижение налогов, но снижение налогов для потребителей очень часто является в том числе и программой для партий, которые представляют правый спектр. Но это не только болезнь Латвии. Это не только болезнь Латвии, это болезнь любой страны переходного периода. Некоторые страны преодолели, некоторые страны, в том числе как Латвия, на мой взгляд, мы находимся. Он нравится в таком состоянии. А это очень выгодно. Это очень выгодно, потому что можно менять свои взгляды в зависимости от конъюнктуры. Анна, а вам вот Дмитрий заговорил про распространение агитационных материалов. Есть сведения о том, что по Латвии несколько дел даже заведено. Вам на глаза попадалась какая-то неразрешенная агитация в день выборов? День нет, но вот это было третьего, когда был день тишины. Да, у шестой школы была информация от участка. На трамвайной остановке Бео было это Креус-Авене. Жданок был плакат, это было, да, мы вызывали, пошел, да, исполниться ее. Они ездили и тогда фиксировали, там не было снято этой рекламы. А говоря, в принципе, о каких-то чрезвычайных происшествиях на участках, кто выключил свет, например, расскажите. Да, у нас, конечно, за мою работу где-то 24 года, это первый раз, что потух свет. И начинал он так с одного участка, и в результате это было четыре участка. Это была 17-я школа, 10-я школа, лицей и потом 26-й детский садик. Конечно, это было такое чрезвычайное. Сначала такой, ну да, шок немножко, но потом мы начали работать. Конечно, комиссии подготовлены, у них есть резервный протокол, всегда пустые распечатанные, фонарики. Но все равно это немножко нас выбило с колеи, но все, получается больше часа, ну и чего. Но есть какие-то подозрения, что это диверсия какая-то? Все-таки это не один участок, а четыре целых. Я думаю, Латренерго, конечно, не работает, как они говорят, всегда в усиленном режиме. Я думаю, для них это было тоже первый раз, и все случается иногда просто так. Потому что весь район там потух действительно. А, так вот весь район, тогда уже тогда точно вряд ли. Только немножко тук-тук-тук и все это, ну ничего. А были ли какие-нибудь казусы с заполнением именно бюллетеней? Бывает, там оставляют какие-то свои послания, рисунки? Ну это у нас каждый год бывает, мы там получаем, ну все пишут. Бывало, даже Дугровец, ну это не в этот раз, наверное, бывало. Даже стихи напишут на второй стороне. Ну и пожелают, куда пойти тоже от этой ситуации. Ну, в большинстве таких в этот раз просто вот был случай, что человек отказался паспорт, что печать поставили. Ну вот новый паспорт, не хочется его портить. Забыли два паспорта. Ну, просто поискали тогда, ну а надо вернуть людям, ну, по адресу и возили домой. Ну вот такое, да. Интересно. Ну что, гражданский долг выполнили, паспорт не нужен на 4 года, оставили избирательные комиссии, как голосно. Ну, айдекарты мало выбрали, конечно, у нас по городу. Я не знаю, на день выборов, но четверг это перед выборами, где-то было 600 там, с лишним надо выбирать, было выбрано где-то 24 только. В принципе, это бесплатно и тоже рекламировалось у кого только айдекарты, чтобы проголосовать, что надо выбрать этот документ. Ну, каждый сам себе, своему голосу хозяин. Мы призывали, как могли, прийти проголосовать. Дмитрий, вы вот уже упомянули некоторых политических лидеров, которые попытались воскреснуть перед этим выборами, но вот не удалось. Вот как вы лично думаете, вот в частности, Айнер Шлессерс, Эйнер Репш, они еще попробуют сунуться в большую политику? Или уже это урок им такой хороший эти выборы преподнесли? Ну, наверное, стоит спросить у них, и, скорее всего, что правду они вам не ответят, но по опыту, скажем, анализируя примеры других стран, можно сказать, что политика – это своеобразная болезнь. Да, это игра, это как игра в шахматы, только чуть более сложнее, ставки более высокие. Я не думаю, что таким же составом, но некоторых личностей мы увидим. И давайте посмотрим даже на тех депутатов, которые выбраны в 12-й сейм, многие из них выбраны через достаточный период времени. То есть они не были ни в 11-м сейме, даже в 10-м сейме, но сейчас они снова в партиях, против которых они когда-то боролись. Исключать такую возможность нельзя, но говорить со стопроцентной уверенностью тоже нельзя, хотя, конечно, результат Шлессера очень-очень-очень плохой. Говоря об экзит-полах, которые вы тоже упомянули, интересный момент. По данным экзит-пола, согласие было на втором месте, однако, когда появились официальные данные, оказалось, что все-таки на первом. Почему люди боялись говорить вот этим людям, которые стояли у избирательных участков, что они отдали свой голос за согласие? Ну, да, в среднем 16% отказывалось говорить. Но первое место согласие, второе место партии единства разделяют только несколько процентных пунктов. Это не очень много, и существует такое понятие, это статистическая погрешность. Почему люди боялись говорить? Вы знаете, если бы спросили у меня, я бы подумал. Это мое гражданское право не говорить. Потому что у нас выборы закрыты. Это один из факторов. Конечно, сейчас этот вопрос муссируется, и многие говорят о том, что тот латыш, который проголосовал за согласие, он фактически предал Родину и отдал Латвию Путину. Это не так. Даже если мы посмотрим на списки партий согласия Латгалии, мы увидим, что этнически эта партия представлена очень богато и широко. Шутка о судорубе, о том, что не говорили те, кто голосовал именно за данное объединение, тоже это шутка. 16% это не так много. Это не так много. И с точки зрения социологии, статистическая погрешность, которая проявилась в экзит-полах, она опять-таки небольшая. Ну а все-таки кандидат в премьеру от партии согласия настойчиво заверяет всех в социальных сетях, что партия согласия выиграла эти выборы. Вы согласны с этим утверждением? Ну и если мы знаем математику, знаем арифметику, конечно, они выиграли. Ну а по факту, что им светит в новом семье? Ну я думаю, они сами прекрасно понимают о том, что им светит хорошее место в оппозиции. По ряду причин мы можем рассмотреть различные комбинации. То есть, конечно, мы узнаем это в самое ближайшее время, но судя по всему, к существующей коалиции, учитывая, естественно, будет изменение внутри коалиции, потому что победители вообще-то партия зеленых крестьян. Ну да, они очень увеличили свои качества мандатов. И в том числе они увеличили региональных, что очень важно. То, скорее всего, региональное объединение дополнит коалицию. То что? А там такой интересный молодой человек прошел от регионального объединения. Мне кажется, он не будет работать в коалиции. Артус Кайминдж, как его зовут? Ну, видите, интересный или неинтересный человек, это выбрали избирателя. Они подняли его с последнего места на первом. На первом, это тогда понятно, что избиратели тоже интересные люди, если они... С хоризмой такой. С хоризмой. То, что мы видим перед выборами, предвыборная кампания, это всегда мешки грязи, компромат, о чем в этом году было очень... Которого было очень много и который был очень грязный, причем внутри одного объединения, это можно было проследить. После выборов начинается работа, начинается деление конкретных мест, влияние и так далее. И не обязательно те пассажи клоунады, которые мы видели, они будут видны в реальной политике. Хотя мы можем посмотреть на, например, парламенты соседних стран, там тоже уже в течение много лет существуют клоуны. И не только в России, но, например, в Швеции, да, то есть они могут устроить все, 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 что угодно. Это нехорошо и неплохо, это просто свидетельствует о том, кого мы хотим видеть. Ну да, народу нужно не только хлеба, но и зрелищ. Поэтому, да. Ну а вы как оцениваете шансы партии Судро бы войти в коалицию? Мне очень сложно судить. Я достаточно внимательно следил за развитием этой партии и за тем, что происходит сейчас. И, например, в сегодняшнем интервью канала ЛНТ она заявила о том, что пока она не видит, откровенно, честно, не видит своего места. Но увидим. Сейчас решающее слово за президентом. Ну, что будет нам сказать очень сложно, поэтому мы можем здесь говорить часами. Но еще один очень важный момент мы помним прекрасно, так называемую шестерку Олштейна, которая была в прошлом году. Будет ли в этом году или нет, учитывая опытность некоторых политиков именно в плетении политических интриг? Время покажет. Ну да, будет интересно. Что ж, спасибо вам, Анна, за информацию точную, объективную. Спасибо вам, Дмитрий, за высказанные мнения. Действительно, мы находимся в преддверии такого интересного действия, как формирование нового кабинета министров, правящей коалиции. Что ж, посмотрим, как это все будет происходить. И сделали ли мы свой выбор правильно в эту субботу, тоже покажет время. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!